Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике по новой коронавирусной инфекции остается стабильно напряженной. За последние сутки по новой методике, которую определило Управление Роспотребнадзора, по данным Роспотребнадзора, выявлено 176 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 94 случая. Большое количество случаев, от 10 до 7, выявлено в Нюрбинском и Мирнинских районах. Необходимо обратить внимание на то, что в таких районах, как Уселданский и Олегминский, имеет место быть также групповое выявление случаев. И также в каждом практически районе из Республики выявлено от 5 до 1 случая. И все контакты лиц, которые контактировали, являются ближним кругом лиц, а также все заболевшие находятся на контроле Роспотребнадзоров и, соответственно, учреждений здравоохранения Республики. За последние сутки у нас, к сожалению, два летальных исхода на территории Республики. И, соответственно, в течение последних суток в нашей лаборатории провели 4292 анализа. Мы знаем, что одной из проблем, которая стояла на прошлой неделе, была поставлена главой Республики к разрешению. Это большое количество анализов и длительный срок его ожидания. В субботу и воскресенье выходили работать на круглые сутки все лаборатории Республики Сахая-Кутя. За это я хочу поблагодарить медиков, которые непосредственно работали в своих лабораториях и, соответственно, дали возможность уже сегодня в разы значительно снизить то количество тестов, которые у нас находились в наших центральных лабораториях Республики. В целом Республика вышла за пределы уже 601 случаев, 450 тестов. И вообще сама по себе оценка Республики через тестирование говорит и о быстром тестировании, быстром выявлении и, соответственно, быстром начале лечения наших больных. На что бы хотелось сегодня обратить внимание, это на то, что все-таки в наших больницах сегодня по тем уровням, которые они сложены. На поликлиническом звене у нас лечатся больные с коронавирусной инфекцией легких форм, на звене непосредственно Республиканской, Якутской городской клинической больницы и на звене непосредственно Национального центра медицины и Республиканской больницы номер 3 проходят лечение у нас уже больные с тяжелой формой. На настоящий момент, к сожалению, достаточно большое количество больных с тяжелой формой. Их категории остаются такими же, как и на протяжении последних двух недель. Это лица старше 65 лет и лица, которые имеют хронические заболевания. Ну и, соответственно, сложившаяся уже сегодня система, по нашему мнению, построения от диагностики до реабилитации в Республике является действенной. Еще раз хочу обратить внимание в целом на систему здравоохранения в области профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции, сложенной в нашей Республике. Вначале происходит непосредственно профилактическая работа, которую проводят как учреждения здравоохранения, а так и Роспотребнадзоры, органы местного самоуправления. В последующем при выявлении больных, при выявлении зараженных начинают работать диагностические службы, которые есть во всех первичных наших медицинских учреждениях. Это поликлиническое звено. Поликлиническое звено несет на себя двойную нагрузку. Оно распределяет граждан в зависимости от степени и тяжести заболевания, и оставляет часть на лечении у себя как амбулаторных, так и на звене коронавирусной первой и второй степени. Республиканские же наши, наши республиканские учреждения работают с тяжелыми случаями коронавирусной инфекции и на связи с телемедицинскими консультациями с известными федеральными клиниками. И, соответственно, в Абалахе и на базе Чебдика у нас сегодня уже запущены и работают реабилитационные центры постковидной инфекции. Такая система достаточно четко и слаженно отработана на территории Республики Саха и Котия. Необходимо обратить внимание, что также, так как мы находимся на эпид-пороге, на выпить сезон, мы находимся по РВИ и по гриппу, в наших инфекционных стационарах выделены больничные койки для заболеваний с этими инфекционными заболеваниями. Но еще раз, как всегда, здоровья на начале этой недели. Хотелось бы, чтобы эта неделя, благодаря нашим с вами усилиям и соблюдению всех правил, дала нам снижение выявления заболеваний и здоровья тем, кто лечится.